Фатинский залив в Могилёве – это рыбалка почти у дома. Его берега плавно переходят в молодой микрорайон. И как только эту воду сковывает лёд, место это похоже на Северный полюс, где рыбаки, словно пингвины, ищут своё клёвое место. Здесь вода возле берега стоит. Очень опасно не зайти на лёд. Так что мы отсюда уезжаем. Люди, конечно, зашли, может быть, с той стороны. Может, где-то у них есть там дальше вход на лёд. Но мы не решились идти на лёд. Так что лёд от берега страшный. Могилевчанин Андрей Ерофеев решил не рисковать и свернул удочки. Порог опасности заметен ещё с берега. Поклонник зимней рыбалки отправится в соседний район на водохранилище Рудея, где, по словам коллег по льду, толщина застывшей глади больше. Но такой осторожный подход присущ далеко не всем рыбакам. Ради трофея в серебряной чешуе люди готовы рисковать жизнью. Что будете делать с рыбой? На фарш. На фарш? Да. Котлеты будут? Да, да, рыбные котлеты. Хозяйка уже дома ждёт? Ну, конечно. Тут лёд 25 сантиметров. Это приличный лёд. Тут можно и на машине заезжать. А вот самый тонкий лёд, на который вы заходили, какой был? 5 сантиметров. И вы пошли? Ну, это крепкий. Первый лёд, он крепкий. Никогда не проваливались? Проваливался. Выбрался, да. Ну, никто не помогал. Я сам выбрался. И всё равно ходите? И всё равно хожу. Не рискую. Когда тонкий лёд, мы на лёд не ходим. Графики температур в последние дни словно кардиограмма. То плюс, то минус. У берегов зеркало в воде даже не намекает, а кричит про опасность. Всегда, конечно, находятся отважные, скажем так, в кавычках, смельчаки, которые рискуют и ходят по тонкому льду. Лёд везде неравномерный. Где-то он 4-5 сантиметров, где-то он 12-14 сантиметров. В этом и состоит вся опасность. Чтобы снизить риски, в регионах на дежурство заступил зимний патруль. Но, как правило, все попытки образумить рыболовов-любителей мало к чему приводят. Ответы одинаковые. Лёд устоялся, место проверенное. А между тем, в ленте новостей с заголовки о трагедиях на льду пестрят новыми фактами. Только с конца ноября в стране рыбалка на льду провально закончилась для 17 рыбаков. К счастью, их удалось спасти. Но ещё 14 человек домой так и не вернулись. Наше дело предупредить, штрафовать мы права не имеем, поскольку это все взрослые люди. И тут каждый должен сам иметь голову на плечах. Каждый, кто выходит на лёд, должен иметь спасательное снаряжение. Такие рекомендации инструкции от МЧС и Освода. Но жилеты и верёвки есть далеко не у всех. Зато у многих есть беспочвенная уверенность, что со мной такого точно не случится. Важно помнить, что ни одна трофейная рыба не стоит человеческой жизни.